Здесь, на улице Пушкина, в ближайшее время должен появиться наземный пешеходный переход. Благодаря этому, чтобы добраться из главного здания в КФУ, в здание финансового факультета, не нужно будет делать 300-метровый крюк через подземный пешеходный переход. Ранее все пешеходные переходы на этом оживленном перекрестке уже сделали регулируемыми. На улице же профсоюзные сейчас настраивают работу светофоров в режиме «зеленая волна». Светофоры будут переключаться на зеленый свет к моменту подхода потока транспорта. Так, по центральным улицам Казани можно будет проезжать почти без остановок. Следующий участок – это примыкание улицы профсоюзной. Здесь организован полноценный перекресток с регулируемым пешеходным переходом, а также реализована возможность безопасно въехать на площадь Тысячелетия с улицы профсоюзная и также безопасно проехать на улицу Ташаяк. На площади Тысячелетия рассматривается возможность объединения территории перед стадионом с разделительной зеленой полосой. Так пространства для прогулок и массовых мероприятий станет больше. Еще в следующем году парк Горького и площадь Свободы хотят соединить велодорожкой, которая пройдет по улице Большая Красная. Мы всегда подчеркиваем, что город у нас прежде всего для горожан, и приоритет будет пешеходам, а не транспорту. Но и вопросы транспортного, следующих этапов изменения схем, ввод новых дорог, улучшат и транспортное обслуживание, и дорожно-транспортную ситуацию, и в центре в том числе. К представленным планам казанцы отнеслись положительно. Некоторые к тому же советуют, что еще можно сделать. По-вашему, как такие нововведения? Ну, нормально. В Европе так же, везде. Будет более логичное движение автомобилей, и в то же время велодорожки тоже это очень хорошо. Сегодня удобно на велосипеде ездить в Казани? Без велодорожек нет. Никуда почти не доедешь на них. Если только по крайней правой полосе, то опасно, страшно. Желательно пешеход, не просто пешеход, светофор, чтобы загорелся зеленый, люди проходят спокойно, никаких нарушений. Умные светофоры уже в нашем городе необходимы. Если будет чувствовать поток, так и поток быстрее будет проходить, движение ускорится. Также в планах создать в Казани к 2040 году 17 транспортно-пересадочных узлов. Это такие комплексы, где можно пересесть с одного вида транспорта на другой, плюс посетить торговый центр. К примеру, такой узел может появиться на улице Абджалилова. Он должен стать одним из входов на территорию будущего парка «Русско-немецкая Швейцария». Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Субтитры создавал DimaTorzok